Ой, кажется меня просроченным кормом накормили, какие-то зелёные лягушки мрещутся. Выразительно, каждое слово должно быть выразительно, то есть как чётко-чётко следи за речью. Носик всегда, носик смотрит туда, с кем он общается. Вот так, оттачивая каждое движение куклы и слова актёра, проходит репетиции в Театре-студии «Забава», который был создан в Центре детского творчества «Импульс» в 1996 году. Вот эта группа, работу которой вы сейчас наблюдаете, она за год уже поставила три спектакля. Она постепенно осваивает у нас весь репертуар нашего театра, который постепенно достал всем наследство от предыдущих артистов, которые у нас ушли уже куда-то выше, поступили в институты, работают. В репертуаре театра много спектаклей. Этот – приключение космических пришельцев на экологическую тему. С ним в новой редакции ребята поедут на областной творческий фестиваль «Юные таланты Москвы» в Краснознаменск. И наши артисты, конечно же, мечтают о победе. Барсик, ты волнуешься? Да нет, конечно. Я не боюсь. Ведь этот на меня не в первый раз. А ты боишься? Театр кукол – это очень даже сложно, потому что надо смотреть, чтобы у кукол всё было в порядке, там, голова никуда не отворачивалась, и руки должны шевелить, и рот открываться. Это очень сложно. Сначала нужно работать с куклами, у которых рот не открывается. Потом постепенно приучаешься, и тебе дают куклу. И к этому моменту ты уже можешь ей шевелить и говорить. В творческой мастерской ребята осваивают технику речи, технику кукловождения, участвуют в процессе изготовления кукол. Эта героиня участвует во многих сценах. Она очень популярна и очень красивая. Мне она очень нравится. В своих героев я вкладываю всю душу, и мне очень нравится заниматься этим. Ежегодно в коллективе занимаются более 45 человек в возрасте от 7 до 18 лет. Руководят театром Нина Белцерковская и Сергей Фомичёв. Он профессиональный художник. В своей режиссуре отталкивается прежде всего от изобразительного искусства, создавая сценические образы кукловодов и декораций. Мы идём как раз и в русле общемировых тенденций. И также традиционный театр во всех странах поддерживается. Также мы стараемся поддерживать и русские традиции театральные, но обязательно и привносим что-то новое, что-то экспериментальное. 20 лет живёт кукольный театр «Забава». Его спектакли и концертные миниатюры неоднократно становились победителями многих конкурсов и фестивалей разного уровня. Людмила Медведева, Владимир Бижонов, Елена Кошлева, Видное ТВ. Ребята, приходите в театр кукол. Здесь так интересно и познавательно. Мы вас ждём. Продолжение следует...